Новость о том, что пенсионные накопления пойдут на нужды государства, заставила казахстанцев немало поволноваться. Все эти дни в СМИ муссируется информация о том, что накопленные деньги отдадут на восстановление одного из секторов экономики. Сегодня в Нацбанке поспешили успокоить граждан. Пенсионным накоплением казахстанцев ничего не угрожает. Специалисты главного финансового института прокомментировали опасения независимых экспертов о том, что 170 миллиардов тенге пенсионных активов могут не вернуться. Правительство Казахстана приняло решение инвестировать часть народных сбережений в аграрный сектор. Существуют ли риски и как пенсионными деньгами планируют распорядиться в национальном холдинге Казагра, расскажет Нургалик Арабаев. Новость о выделении 170 миллиардов тенге из единого накопительного пенсионного фонда агрария буквально взбудоражила общественность. Ведь этот спектр не славится своими достижениями. Тем временем экспертное сообщество заговорило о том, что ЕНПФ превратился просто в большой мешок с деньгами, который нужен для покрытия госрасходов. В Национальном банке решения о вложении миллиардов в аграрный сектор поддерживают и считают правильным. Доходность приобретаемых облигаций АО «Национальный управляющий холдинг Казагра» превышает доходность государственных ценных бумаг с соответствующим сроком обращения и составляет 8,13% годовых, что в свою очередь выше верхней границы прогнозируемого инфляционного коридора. Так Казагра относится к субъектам квази-государственного сектора и обладает кредитным рейтингом на уровне суверенного рейтинга Республики Казахстан, который относится к группе инвестиционных рейтингов. Тем самым кредитный риск по облигациям Казагра сопоставим с риском государственных ценных бумаг. Деньги должны пойти на развитие сельского хозяйства. А в Казагра заверили, что населению не стоит переживать за сохранность своих накоплений. В случае, если Казагра будет нести убытки от размещения в инвестиционные проекты, то все это будет возмещать Казагра сам, так как он является заемщиком перед ЕНПФ. По мнению экспертов, развивать аграрный сектор давно пора. Только перемещение народных миллиардов нужно внимательно контролировать. Глава Финпотребсоюза, ранее возглавлявший ассоциацию пенсионных фондов Айдар Алибаев, считает, что из-за отсутствия привлекательных ценных бумаг на местном рынке, инвесторам приходится вкладывать в то, что есть, как, собственно, получилось из Казагра. Но если бы эти деньги инвестировали в инфраструктуру, пользы было бы все-таки больше, говорит эксперт. Пенсионный фонд может и доходность получить, раз. Страна может получить решение вопросов в виде реализации каких-то производственных, промышленных предприятий, либо дорог, либо арендного социального жилья. Любые проекты можно реализовать, и эти деньги возвращаются. Из-за непредсказуемости погоды вложение миллиардов в аграрный сектор все же увеличивает риски. Стоит вспомнить прошлый год, когда в Карагандинской, Североказахстанской и Кастанайской областях часть урожая осталась под снегом. А два года назад крестьяне Алматинской области и вовсе не могли продать кукурузу. И учитывая то, что после слияния накопительных пенсионных фондов в Единой в портфеле ЕНПФ оказались акции дефолтных компаний почти на 100 миллиардов тенге, эксперты говорят, что у него больше нет права на ошибку.